Авиационная техника Называется ее на крыло Подробно рассказал президентам Чем все-таки машина пятого поколения Отличается от поколения 4++ Объяснил им, что называется На пальцах, используя в качестве иллюстрации Приборную панель управления Можно сказать, и это отметил Владимир Путин, что Раджеп Тайп Эрдоган Стал первым зарубежным лидером Который воочию увидел Кабину сверхсекретного новейшего Су-57 После этого президенты осмотрели новейший Российский военно-транспортный вертолет Ему еще предстоит поступить на вооружение В войска и выйти на международный рынок Ну и конечно они не могли пройти мимо Не могли пройти мимо Гвоздя этого авиасалона Как считают все эксперты Это российский среднемагистральный Пассажирский самолет МС-21 Он стоит здесь на самом видном месте Владимир Путин и Раджеп Тайп Эрдоган Поднялись в салон Осмотрели его и потом Отправились к площадке, где наблюдали за полетами Надо сказать, что как раз МС-21 свои полеты уже завершились Это новый наш тяжелый вертолет Пожалуйста Горючего сколько берет? Сколько берет? 12 тонн Горючего? Стоит отметить, что на этом авиасалоне Присутствуют более 800 компаний Из почти 40 стран Гвоздь программы, конечно, это полеты российского МС-21 И полеты новейшего истребителя пятого поколения Су-57 Иностранцы, в частности китайская делегация Также с интересом осматривает российский новейший топливозаправщик Полеты продолжались примерно полчаса И как раз в эти минуты Владимир Путин и Раджеп Тайп Эрдоган Здесь же на площадке Международного аэрокосмического салона МАКС-2019 Проводят свои переговоры Ожидается, что по окончании их президенты выйдут И скажут несколько слов для журналистов Мы продолжаем работать на МАКС-2019 Евгений Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!